Всем привет, друзья, маленькие и немаленькие мои любители, которые любят помериться одним местом, которые пишут мне и говорят Александр, сделай разбор тех или иных животных, сравнив их между собой Кто из них круче, кто из них слабее, например, Став, либо Пит, либо Волк, либо еще что-то Но сегодня вот для таких именно любителей, которые любят помериться, как я уже сказал, одним местом, мы сделаем очень интересный видос Видос будет называться Волк против рабочего Пита Да-да-да, вы не ослышались, ребята, Волк против рабочего Пита Сейчас набегут всякие хрены, которые мне скажут, опять ты со своим там пидорским лицом вылез Так если у меня пидорское лицо, какого хрена ты меня смотришь, хрен ты поганый В общем, короче, чебурашка, свали отсюда и больше не мешай мне вести эту рубрику А для тех, кто будет меня смотреть, ну что ж тогда, погнали Ну что ж, друзья, вот и настал этот момент сравнить две абсолютно несравнимые вещи Волка и Пита Если вы мне скажете, кто из них кого победит, потому что мы все знаем, какие крутые у нас в Питбулле рабочие разведения Но мы также прекрасно знаем, кто такой Волк и что он из себя представляет Я вам скажу сразу, Волк сожрет Питбуля нахрен просто Вот просто нахрен в тряпочку разорвет и ничего от него не останется Все, на этом видео конец, всем пока Да нет, ребята, это была шутка, конечно же нет Конечно же мы будем продолжать и разбирать всю эту ситуацию На самом деле здесь все очень сложно Снова же, как я говорил, волки-то абсолютно разные бывают Бывают маленькие степные волки, которые абсолютно из себя ничего не представляют Они как там с шакалами размерами, ну совсем маленькие, там вплоть 30 килограмм Но, ребят, бывают такие дуры, которые весом в районе около сотки И с которым не справится ни одна собака, которую я только знаю Многие сейчас на Кавказе, ребята, мне скажут Да бля, какого хрена, есть же, например, там армянские гампры Есть также кангалы Да, не спорю, серьезные собаки, против которых попробую еще выстоять Но есть куча вариантов и куча случаев, когда, например, то же самое, что мне писали Огромный волк, в общем, терроризировал одну деревушку где-то на севере И, в общем, туда мужики привезли три волкодава Три, ну, не именно волкодава, да, но привезли туда три алабая, скажем так В итоге наследующий дед видит такую картину Волк, короче, тащит одного из этих алабаев, уже готовенького, соответственно А те двое просто стоят и лаят Трое их было Так о чем тут говорить-то? Что может сделать маленький обычный Пит против серьезного волка? Да ничего Что, кто такой Пит? Что и будет его? Да Пит просто обедом его станет самым настоящим Волк это хищник, волк это убийца Его задача просто взять, прикокнуть тебя нахрен сразу Чтобы от тебя ничего не осталось И чтоб ты ему ничего за этот момент не успел сделать То же самое он попытается сделать с Питболем Потому что Питболь-то, что он делает? Он просто сразу влетает, как танк, короче, в этот угол Начинает долбить все подряд Соответственно, то же самое он сделает и с Волком Но по факту, если мы взглянем сейчас Что это именно произойдет, если поставить Волка именно с Питболем Да без разницы, с каким Питболем Просто Питболь пойдет ему на обед, ребят Вот это все, и вы мне скажете сейчас Блин, ну как так, все-таки Пит крутой Ребят, я владелец двух рабочих Питов И что? И я вам могу конкретно сказать, что Пит пойдет на завтрак На обед, на ужин нормальному волку Волк это хищник, волк это убийца А Питболь это просто обычная домашняя собака Которая любит кушать Которая любит кушать, чтобы ты его накормил А волк, бедняга, своими ногами, своими клыками Бегает по лесу и ищет себе добычу Вот чем отличается волк от собаки Так что мои маленькие и немаленькие друзья Которые, как я еще раз говорил, любят помериться одним местом Все-таки давайте не будем сравнивать волка с Питболем Почему? Как я и сказал, все-таки один хищник у убийца Второй просто домашняя собака Да, у Питболя есть свои преимущества Да, Питболь боец до смерти Да, Питболь пойдет на волка Он пойдет на волка, он не испугается В отличие от других многих собак Которые будут стоять вокруг этого огромного волка И просто будут стоять как шавки на него тявкать Да, согласен, Питболь может пробежать И у этих собак просто под лапами И кинуться на этого волка Но результат-то останется Волк просто его прикохнет Нафиг вот и все Так что, ребят, тут даже нечего больше сравнивать Ну а теперь пишите мне в комментариях Что мы будем делать далее Кого мы будем сравнивать на этот раз Пита со Стаффордом Давайте что-то реальное Потому что все-таки волк это дикое существо А Сао Питбуль это просто домашнее животное Так что, ребят, пишем в комментариях Кого бы вы хотели, чтобы я сравнил Именно из пород Аргентинского Дога против Алабая Против Питбуля Того же самого Армянского Гампера против, например, Кангала Хотя по факту, в общем-то, это одна и та же порода В принципе Ну, в общем, ребят, что я могу сказать Пишите в комментариях обязательно Кого вы хотите, чтобы я для вас сравнил И будет новенький крутой видосик для вас А так, если вам понравилось это видео Ставьте мне лайк Подписывайтесь на мой канал Обязательно нажимайте колокольчик Чтобы не пропустить мое следующее видео С вами был канал Александр и Росс Всем пока До скорой встречи